Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас медицинский выпуск. И в студии сразу же два замечательных врача и целых два заведующих. Почему они вдвоём пришли, будем выяснять. Сегодня заведующее отделение переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Булгатовна Мануева, которая уже была гостью нашей программы, рассказывала нам о том, как переливают кровь, какая кровь, как мы её сдаём. Я имею в виду те, кто хотят помочь людям, которые могут столкнуться с такой ситуацией. И заведующее отделение анестезиологии и реанимации стационара номер один Люберецкой областной больницы Вилл Таврисович Нуреев. Здравствуйте, Вилл Таврисович. Вы у нас человек новенький, потому что у нас уже почти все заведующие прошли через нашу программу. Поэтому рада вас приветствовать. Наша основная задача – рассказать людям, что, с одной стороны, профессия – это сложнейшая, сложная, имею в виду с точки зрения медиков. С другой – без пациента, без его правильного понимания, как себя вести, довольно-таки сложно. У вас же ситуация, которую я сегодня предлагаю объяснить, она немножечко сложнее с той точки зрения, что вы сталкиваетесь с людьми, которые стоят, что называется, на пороге между жизнью и смертью, где нужна та же кровь и где нужна та же реанимация. Вот я хочу понять, почему два заведующих столь разными отделениями вдруг оказались в одной студии. Вы действительно можете работать над одним пациентом? Да, конечно. Как это работает? Как эта схема может выглядеть? Начнем с того, что само понятие реанимация переводится с римского и с латинского как возвращение к жизни. Задача реаниматолога, то есть врача моей специальности, заключается восстановить жизненно важную функцию организма. Это касается понимания реанимации. А еще существует понимание интенсивной терапии, то интенсивная терапия – это комплекс мероприятий, которые должен провести доктор-реаниматолог, чтобы дело у больного не дошло до оказания реанимационных мероприятий по восстановлению жизненно важных функций организма. Так вот, в этом вопросе при поступлении тяжелого больного после автотравмы, после катотравмы, на фоне кровотечения нам всегда в подспоре большое номер один принимает участие Любовь Булгатовна-Мануева, так как она отвечает за подготовку и заготовку компонентов крови. Дело в чем? В чем дело? Дело в том, что кроме гемотрансфузии как метода лечения… Это что такое? Гемотрансфузии – переливание крови. А, чтобы мы понимали, да. В это понимание Любовь Булгатовна расскажет более подробно. И существует переливание компонентов крови. Назовем все это гемотрансфузионной терапией. Поступает больной с выраженной анемией, то ли на фоне кровотечения, то ли на фоне состоявшегося кровотечения, низкое давление, все показания геморрагического шока. Что мы делаем? Тут важно соблюсти скорость оказания медицинской помощи. Ничто в лечебных мероприятиях не заменит гемотрансфузионную терапию, то есть переливание компонентов крови, по скорости принятия решений и скорости оказания мероприятий лечебного. Потому что ни один кровоосновывающий препарат, ни один препарат железа, будь то оно самое совершенное, по времени оказания помощи не достигнет того скоростного эффекта, как переливание компонентов крови. Для чего нужно переливание крови? Для того, чтобы поднять транспорт кислорода. Чтобы она заработала. Чтобы снизить гипоксию, вот именно гемическую, так называемую, на фоне низкого гемоглобина. То есть это когда, грубо говоря, извините, может быть, я... Когда мозг, как бы не получая кровь, начинает отказываться немножко от тела, да? То есть тело начинает само по себе. При геморрагическом шоке есть некоторые позиции, когда мы восполняем кровезаменяющими препаратами. Но ничего не заменит ретроциты, которые переносят кислород до клеток мозга. Центральная нервная система, это головной мозг, он, конечно же, всё контролирует, все функции организма. Соответственно, если там гипоксия, значит, функции организма совершенно невозможно вернуть жизни. То есть если мы не восполним переносчики газа, а это ретроциты донорские, то плачевный результат обеспечен будет. Можно вот такой вопрос? Так как у нас разговор абсолютного дилетанта с профессионалами, сразу же прошу меня извинить. Если мы берём вот эту ситуацию, о которой вы говорите, природа, скажем так, да, принимает решение, что человек должен уйти из жизни. Ну, да, если мы ему не будем оказывать никакой помощи. Но мы на сегодняшний день можем, да, противопоставить этому и вернуть человека к жизни? Мы всячески мешаем этому природе. А почему природа принимает такое решение? Почему оно, если... Ну, сейчас бывает, конечно, явно выраженное, мы понимаем, что человек уходит от нас. А бывает, когда там молодой, ну, да, какая-то авария, и вдруг... И природа принимает решение, чтобы он ушёл из жизни. Вы его возвращаете к жизни. Почему природа не может включить? Мы же... Ранка есть у нас, раз, она заживает. Очень часто природа нам помогает, а здесь она против нас работает. Почему так? Почему доходит дело до того, что вам необходимо вмешаться и, в общем-то, новую природу создать для этого человека? Ну, существует достаточно много механизмов исполнения той крови, которую человек потерял. Ну, в данном случае вы именно это сказали, да? Да? Но они же не такие, они иссякают. То есть некоторое время человек, да, оказавшись в такой экстренной ситуации, когда он кровопотеря случилась у него, некоторое время в шоке органы выбрасывают кровь. Это ДЭПО, красный костный мокс, резёнка и все остальные. Некоторые части восполняются. А потом уже действительно случается геморрагический шок, когда мы только должны помочь. Вот здесь, я так понимаю, ваше сотрудничество должно быть каким-то молниеносным, да? Конечно. Как это вообще работает? Вот вы говорите, сразу обращаетесь к Любовь Бугатовне? Как схема это? Не именно к Любовь Бугатовне, а к службе. К службе, да, я имею в виду, да. Дело в том, что я могу дополнить, что вот вы приводили пример ранки, да? Природа должна включать свёртвую систему, да? Но всё зависит от объёма кровопотери, от массивности кровопотери. То есть она может просто не успеть этим заняться? Точно, точно. Вот для того, чтобы успеть пациента оставить в живых, это мультибригада должна работать, хирурги, реаниматологи. И заготовленная Любовь Бугатовна её службой кровь. Специально, да? Да, в брикетах. Так вот, на первом месте стоит установка первичного очага кровотечения, источник кровотечения. Этот источник кровотечения должен быть купирован. То есть или ушита рана, или наложен зажим, или коагуляция при язвах желудка, или клепирование при язвах желудка. Параллельно с работой хирурга реаниматолог оказывает интенсивную терапию, направленную на восполнение объёма циркулирующей крови. Для этого производится инфузия унтервенно компонентов кристаллоидов, инфузионной среды. Параллельно с этим, в равных пропорциях, происходит переливание или трансфузия компонентов крови. Это свежезамороженная плазма для улучшения функции гемостаза крови. И, как мы тут обсуждали, задача красных кровяных телец – это транспорт кислорода. На атоциты есть гемоглобин. Вот он – переносчик кислорода. Существуют целевые показатели в нашей литературе, в нашей базе реанимационной, в понимании. То, что называются данные учебника. Целевой показатель гемоглобина для реаниматологов в оказании интенсивной терапии – 70-90. Мы должны достичь этих, путём гемотросфузионной терапии, достичь этих показателей, для того, чтобы убедиться, что пациент уже остался живым. Критерием эффективности нашей терапии является стабилизация его гемодинамика, то есть подъём артериального давления. Часто очень бывает, что пациенты поступают на фоне геморрагического шока любой теологии. Будь то при пищеводном кровотечении на фоне цирроза печени, будь то остроязва желудка, двеносперстной кишки, будь то рана, будь то кровотечение в операцион из органов брюшной полости. Главное – докачать его до такого состояния, чтобы он уже остался в живых, как вы сказали. Да, восполнить его кровопотерю. Наша обоюдная задача. Правильно я понимаю, что эта фраза, которая звучит во всевозможных сводках, что его жизнь внеопасна. То есть он очень, как обычно говорят, очень серьёзное состояние, крайне тяжёлое, стабильное, жизни его ничего не угрожает. То есть это вышло на какую-то определённую плату, да, или плато, как там правильно ударение ставится, где вы немножко его поддержали в этот момент. Правильно я понимаю? Целевые показатели. Целевые показатели. Вот алгоритм службы реаниматолога – достичь целевых показателей по уровню анализа крови, то есть гемоглобин должен был достичь целевых показателей, плюс стабилизация гемодинамики, то есть артериального давления. И, соответственно, при достижении целевых показателей стабилизируется состояние больного. Во, вообще. Ну, я так понимаю, что это, ну, примерно понимаем, что слово «реанимация» такое не самое… То есть важное для всех нас, но не самое любимое, когда где-то говорят слово «реанимация», всё, сразу у тебя первое напряжение, ну, касаемо, там, родственников и так далее, что что-то пошло не так. Тем не менее, реанимация для того и существует, чтобы и перейти именно вот в другое состояние. Вот, Любовь Газак, правильно я понимаю, что на сегодняшний день возможность возвращения к жизни людей с помощью вот такого сотрудничества всех служб, вот это ещё и знаменитое, сколько там времени, пока у человека мы не можем потерять, там, я не помню, золотое это время, когда его нужно срочно привести к врачам. То есть расширилась сегодня возможность спасать людям жизнь, выводить их из-за, ну, по крайней мере, остаться в живых. Это точно так? Это точно так. На данный момент наша служба организована в больнице. В каждом стационаре у нас есть трансфузионный кабинет, в котором есть некий запас крови. В экстренной ситуации из этого кабинета берут кровь. Она всегда есть и всегда доступна для всех. То есть это в шаговой доступности. Ключево значение имеет шаговую доступность. Да. Вся кровь промаркирована чётко по всем системам, по фенотипу. И весь фенотип, сложный даже фенотип, у нас на данный момент имеется. Но в экстренной ситуации, когда мы жизнь спасаем, мы не смотрим на фенотип. Самое главное, групповая принадлежность. Группу мы знаем, а фенотип что такое? Фенотип – это с геном сцеплено, скажем так, все люди подразделяются на определённой популяции. Фенотип – это по резус-фактору. Плюс-минус. Более тонкая маркировка. Да, более тонкая маркировка. То есть фактически вы можете подобрать кровь конкретно к человеку. Да. Есть групповая принадлежность, резусная принадлежность, и в этой системе резус ещё 27 систем разных. Ух ты, как сон. Поэтому масса людей наша подразделяется по кел-плюс – это тоже резусная система – и кел-минус. Большая часть населения имеет кел-минус, 10% населения земного шара имеет кел-плюс. Есть фенотип, это тоже другая система. Сейчас небольшая пауза, и вернёмся в студию нашей программы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас довольно интересная тема, интересное сочетание наших уважаемых врачей. Это заведующий отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Булгатовна Мануева и заведующим отделением анестезиологии и реанимации стационара номер один Люберецкой областной больницы Вил Тавесович Нуреев. Вот мы как-то неожиданно для меня, например, закончили тему в первой части нашей программы, что уже не капает кровь 1, 2, 3, 4, что было, наверное, удобно. Ну, ты говоришь, у меня вторая там, или кто-то знает. Ну, тебя вкапывают, и уже дальше вроде как ты живёшь. Оказывается, сейчас, я так понимаю, идёт уже, можно дальше подстроиться вообще под конкретное человеческое некое… Геном. Да, геном, его схему, и, грубо говоря, как из мотоцикла или машины вытащить что-то одно и вставить что-то другое. Вот насколько мы далеки от этого? Ну, сейчас я повторюсь, да, мы определяем группу по фенотипу. Группу и фенотипу резус принадлежности. Фенотип – это такая, ну, некий набор букв, да, они обозначают, есть ли это в крови, нет ли этого в крови, плюсы и минусы там. Значит, это мне надо или не надо конкретному человеку? Значит, это конкретно человеку не надо. Это знают все врачи, когда человек к ним поступает, специалисты, да. Специально обученные люди для этого есть в каждом стационаре. Нет, я имею в виду, когда мы подбираем кровь, если у него нет этих элементов, то мы же подбираем, исходя из того, что в этой крови… Смотрите, у нас сейчас в отделении переливания крови работают врачи, специально подбирающие эритроциты. Подбирающие эритроциты. То есть тем людям, которым они конкретно нужны, либо с какой-то имеющейся патологией в крови. Нам привозят, Вилл Таврич, например, мне звонит, у нас индивидуальный подбор. Мы делаем специально для этого пациента индивидуальный подбор по образцам его крови. Детализированный. Детализированный конкретно специально для этого человека. А ту кровь, которая в нём есть, вы же её не сливаете, вы же не переливаете? Нет, нет, нет. При каких-то определённых моментах, патологиях, к ним относятся определённые люди, например, которые уже получали трансфузии, имеющие заболевание рак крови, любой, имеющий рак других каких-то органов, получающих химиотерапию. Вот эти люди имеют в крови определённые белки. То есть, когда происходят какие-то механизмы в крови, белки эти выбрасываются в кровь и начинают, скажем так... Искажать картину. Искажать картину, да. Понятно. И поэтому нам, реаниматологи, отправляют образцы крови в пробирках, и по этим образцам мои врачи подбирают чётко для них эритроциты. Хорошо, тогда такой вопрос, Вилл Таврич. Вот вроде как сердцем там научились, хотя по-прежнему, насколько мне известно, самое большое заболевание – это сердечно-сосудистое. Да, мы можем там многое на сегодняшний день, я имею в виду, продлевать жизнь человека и так далее. А вот с кровью мы никак не можем сделать. Я просто приведу сейчас примеры. Помните, было одно время, модно, звёзды наши переливали кровь, как это, чистили кровь это называлось, что-то там переливали, вливали. Мы, кажется, об этом даже немножко говорили. То есть такая история. Я к чему веду? Насколько кровь является главной лакмусовой бумажкой человеческого организма? То есть если мы научимся и сделаем подбор ему полностью, его крови, то мы можем, например, это сейчас из области фантастики, когда он попадает в ситуацию между жизнью и смертью, когда нужно весь этот кислород доставить к голове, что уже вынес для себя, вот взять ему, закачать эту новую кровь, старую каким-то образом слить и обновить его полностью состав. Или это пока невозможно? Нет, нет, смотрите. Всё на уровне генов. То, что дано организму, мы поменять не можем. Не можем. Да, мы можем только в какой-то ситуации, вот как я вам сказала, индивидуальный подбор, да, вся задача наша – правильно кровь подобрать для того, чтобы исключить осложнение. Вот, самое важное в этом – гемотрансфузионная терапия – это не просто восполнить кислородные переносчики, да, а самое страшное – не получить осложнений. Наш главный фильтр организма – это печень и почки. Если при неправильно подобранной крови, донорской крови, да, да, будет очень плохо с печенью и с почками. Важно не посадить почки, потому что это фильтр, они сразу забиваются. Ну и всё, да, и отказывается. Мы получаем другую историю. Да, получаем уже другую историю, другой конец. Илла Ильич, а скажите, пожалуйста, вот какие были ситуации на вашей практике, когда действительно, ну, буквально с того света людей вытаскивали, если можно, конечно, что-то привести. Почему? Потому что, ну, у нас как, есть несколько вариантов. Первый – это телевизионная версия, где все врачи-герои и всё время в каких-то там проблемах. Они сейчас масса фильмов по врачей, я даже в одном из них снялся. Вот. А есть вариант исторические, да, открытия всевозможные, даже на документальном уровне и так далее. Вот. А как оно в жизни-то происходит? Вот мы же остаёмся, мы простые люди, остаёмся по ту сторону реанимации, по ту сторону вашего вот этого, ну, скажем так, содружества. Сколько людей удалось спасти на сегодняшний день такими вот новыми методами? Да. Не просто не то, что новыми методами, а вот именно базовыми методами, основывающиеся на современном понимании, вот, со словом, любого благотворного, детализированный подход гематозфизоантропии к подбору компонентов крови, в данном случае атероцитов. Дело в том, что, и опять возвращаюсь к тому, что мы должны действовать в своих цифровых обозначениях в том лимите, при котором не нами, а нашими учёными установлено, что при этих показателях низкий уровень гемоглобина 70 и более-менее приемлемый 90, в этих пределах, в этом лимите пациент стабилизирован. Вот для того, чтобы достичь этих моментов, мы должны сделать всё, чтобы произвести гематозфузию. Я хочу подчеркнуть, что, помните, я в самом начале сказал, что переливание компонентов крови, просто назовем переливание крови, это в вермином промежутке, это так очень быстро и очень скоро помогает рианиматологу оставить больного в живых. Ни этим препарат не заменит компонент крови, фармакологический препарат, потому что их много сейчас на рынке, в мире и в России, и в мире, это компонентные препараты железа. Для них, для их воздействия, наконец, нужно время, чтобы это железо усвоилось, поднялся к дальнейшим гемоглобин в течение недели-двух недель, а нам нужно именно сейчас, вот именно сейчас, человек оставит живых, а он оставит живых, когда мы добьёмся целевых показателей гемоглобина. А вот если вы их добиваетесь, он же может упасть опять? Всё зависит от... Вот это... Всё... Не-не-не, всё не так, не совсем так. Всё зависит от того, остановлена причина кровотечения или нет. А если вы добиваетесь этого результата, значит, уже остановлено. Это 90% успеха. А дальше... А дальше мы восполняем потери. Понятно. Хорошо. Ну и какие-то примеры нам интересны. Зависит возраст человека или от травмы зависит, или как? От массивности кровопотери. То есть всё только кто как получил. И от источника кровопотери. То есть ножом можешь порезаться как-то так, неожиданно, грубо говоря. Всё зависит ещё от того, что это артериальная кровотечения кровотечения или венозная. Венозная. Кровотечение артериальное... Артериальное. Артериальное. Там скорость кровопотери намного раз выше, чем при венозной. Ну а вот эти истории, что мы же должны какие-то, как сейчас говорят, лайфхаки давать, хотя врачи этого не любят. Хотя уже и теледоктор у нас куда-то подходит. Что если у тебя начинается кровопотеря, ну... Кровотечение. Кровотечение, да. Вот. То жгуты там накладывают. Это же работает? Это первичные мероприятия. Ну, обязательно сразу к врачу. Естественно. И любую кровопотерю надо оценивать о степени кровопотери. Это бывает лёгкая степень кровопотери, средняя, тяжёлая, крайне тяжёлая. И от этого изменяется статус реанимационного больного. Мы упомянули про анестезиологию. Очень часто больные, экстренные, берутся на стол вот именно на предмет кровотечения. Когда хирург подразумевает своим оперативным вмешательством остановить это кровотечение, помочь тем самым, всем нам, всей операционной бригадой, больному, хирургу, реаниматологу, анастезиологу, то есть. Ну, я вот знаю, когда палец мы поранили, пока вы сейчас перекись водорода туда плеснул, и уже тебе психологически кажется, что ты что-то там беленькое образовалась и так далее. Ну, невозможно же остановить перекись водорода, когда хлещет что-то, правильно? Перекись препаривает, да. Ну вот, я просто вообще, на уровне на таком. Чем хирург-то занимается? Он должен же как-то эту вену, ну, или что-то там пепелить? Он должен найти и остановить причину кровотечения. На примере можно смотреть язвную болезнь желудка, когда хирург, все мы понимаем, бригада врачебная понимает, что кровотечение из верхних отделов желудочно-хрешательного тракта – это желудок. Хирург делает операцию под наркозом, вскрывает желудок, делает гасотомию и находится сосуд. Он его пережимает, прошивает и тем самым купируется кровотечение. Это самый лайтовый, самый мягкий вариант. Ну, тут маленький глупый вопрос по лайтовому варианту. А наркоз никак не влияет? Вы знаете, вот анестезиология в течение времени, десятилетий, только совершенствуется. И как правильно донести до публики? Дело в том, что раньше бытовала такая фраза, что проведен наркоз, меняет, забирает пять лет жизни. Сейчас такого понимания нет. Да-да, что-то было. Сейчас препараты, они органно-протективного действия. Они освещают то же сердце, тот же головной мозг от повреждающих моментов. Раньше был эфир, да, это группный токсический препарат. Сейчас более совершенный. Наука и анестезиология тоже совершенствуются. Так же, как и наука гематологии. Да, о крови. Наука крови. Я прошу прощения, мы только подходим к самому интересному. Во-первых, я сразу заранее приглашаю вас еще раз в программу. Мы уже почти закончили. Авел Дорисович начал нам рассказывать самое интересное. Я думаю, что нам нужно завершить, Любовь Булгатовна, надо подвести какой-то итог. Значит, правильно я понимаю, что, а, во-первых, мы сами должны за своей кровью следить, я имею в виду здоровый образ жизни, чтобы она была более-менее. Вы со своей стороны разрабатываете все вместе новые такие способы максимально... Да, быть на страже. Быть на страже здоровья. Замени, как бы, ну, то, что я сказал, ну, был действительно, я просто знаю людей, которые даже ушли из жизни, когда они почему-то занимались этим переливанием крови непонятным, неким омолаживанием. Вот. Третий момент – это то, что сегодня действительно огромное количество процента людей, которым сохранили жизнь, то, что, наверное, нельзя было сделать раньше. А проблема – это чаще всего сталкивается с обильной кровопотери. Я вот так сейчас резюмировал, но у вас есть возможность меня продлить. Ну, на данный момент все пациенты, которые находятся в Люберецкой больнице, которые нуждаются в гемотрансфузионной терапии, они её получают вовремя. Масса больных, которые выписываются, и в дальнейшем получают какие-то препараты железа. Таких больных, которые умерли у нас в больнице от геморрагического шока за последний период, я не помню. То есть всем доходит кровь до адресата конкретно. Хочу сказать, отметить, что доноры наши, люберчане, когда я стала заведующей, было очень мало. Сейчас у нас первичных доноров за прошлый год… Мы с вами тоже в этом поучаствовали. Да, за прошлый год прибавилось первичных только доноров, то есть те люди, которые первый раз пришли сдавать кровь, на 1200 человек. Прекрасно. За первый квартал этого года уже 400 человек. Я думаю, что к концу года опять их станет ещё больше. А те, которые в прошлом году пришли, они продолжают ходить и всё время сдавать кровь. Хочу сказать большое спасибо всем, всех, кто откликался. Несколько раз я приходила на передачу «Просила». Сейчас я очень рада всем. У нас достаточно компонентов крови, и всё больше и больше людей приходят. Ну, тем более, мы сегодня вот услышали, да, как это вот работает иногда. Да, но мы очень слаженно работаем, в том плане, что я же тоже анестезиолог-линиматолог, и мы все друг друга знаем, нам пусть проще созвониться, быстренько всё решить. И вот компоненты крови быстро доходят, да, адресат. Конечно, у вас очень интересная профессия, мы уже должны завершать, но я вот никак не могу понять, какие должны быть качества у анестезиолога или аниматолога, потому что ведь приятно, когда человека спасают. Но, к сожалению, наверняка бывали случаи, когда не получилось. Как это вот переживаешь, как это всё происходит. Это ужасно. Уходишь с работы и переживаешь постоянно. А ведь по большому счёту вы могли сделать всё, просто вот организм человеческий так сыграл. Но работа такая, к сожалению, стопроцентного результата, наверное, пока мы не можем достичь. Я хочу сказать, знаете, я хочу сказать, что есть тут ещё такой фактор. Когда человек, либо позднее обращение, как говорится народным языком, за 5 минут до смерти, то есть, если у людей какие-то проблемы есть, нужно ходить к врачу. Да. Большое вам спасибо. Вилт Алисович Нуриев, заведующий отделения анестезиологии и реанимации стационар номер 1 Люберецкой областной больницы. Кстати, приходите, поговорим с вами вообще. Потому что о реаниматологах много всякого люди думают, всякого интересного я имею в виду. И о анестезиологах тем более ещё больше. Вот. Ну а Любовь Булгатовна уже была у нас в гостях, заведующая отделением переливания крови в Берецкой областной больнице. Мануеву Любовь Булгатовна. Спасибо, что вы пришли вдвоём, вы нам рассказали, как это работает. Я не знаю, как нашим телезрителям, а мне показалось, что шансы на выживаемость вы сегодня нам ещё раз повысили. Спасибо большое. Вам удачи, всем вашим коллегам, которые работают в этом сложном направлении. А вы, уважаемые телезрители, не забывайте, что встреча с реаниматологом – это не самое лучшее в нашей жизни. Поэтому все ходим на диспансеризацию. Правильно? Всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин